Он издали смоковницу заметил. Она такой имела пышный вид. Её листвой играл весёлый ветер. Казалось, что листва плоды таит. Но ближе подойдя, он поднял ветку и не нашёл ни одного плода. И, обратившись к ней, как к человеку, сказал, бесплодной будешь навсегда. Пускай никто отныне не вкушает твоих плодов, раздался приговор. И притчу эту люди повторяют, и смысл её рождает часто спор. И многим кажется порой несправедливым поступок Господа, смоковницей пустой, беспечно росшей, тихой и счастливой, довольною своей густой листвой. Я верю в благость Господа Иисуса, Его любовь и сердца доброту, но объяснить всей притчи не берусь я, но чувствую Господню правоту. Как много среди нас подобных этой смоковницы евангельской пустой. На первый взгляд, по видимым приметам, мы будто обладаем полнотой. Так много листьев, пышных и зелёных, и ветви, и такой здоровый вид. Вблизишь вплотную, странник утомлённый, нам тот же приговор провозгласит. Какой обманчивой бывает внешность, активность часто только суета. Бесплодность нашу обнаружит вечность, там явной станет наша пустота. Иной на вид, как будто незаметен. О нём друзья почти не говорят, а он давно у Бога на примете, плодами драгоценными богат. Господь не смотрит издалека к люди, он прямо в сердце, в глубину глядит. И горе тем, на ком плода не будет, но хуже тем, кто только сделал вид. Слава Богу!